Каждая девушка знакома с проблемой высыпаний на кожу. Сначала все мы страдаем от них, обильно проявляющихся в пубертатном возрасте. Затем учимся ухаживать за своим лицом и телом, со временем приобретая чистую и ровную кожу. Но как быть, если вам уже далеко не 15 лет, впереди важное событие, а на лице ни с того ни с сего выскочил воспаленный и красный прыщ. То, что простительно подростку, недопустимо для взрослой барышни. Как недопустимо и показываться на людях с таким украшением. Озвучено Яндекс Спичкит. К счастью, если проблема выявилась накануне вечером, у вас еще есть несколько часов, чтобы избавиться от нее или хотя бы скрыть явные следы ее присутствия. Убрать прыщ ханочь – вполне выполнимая задача, если приступить к ее решению незамедлительно. Энтон Пепеп. Виды прыщей и причины их появления для начала нужно выяснить, что послужило причиной возникновения воспаленной неприятности на вашем лице. Это позволит, во-первых, предсказать сценарий развития и дальнейшего поведения прыща. Во-вторых, подскажет оптимальный метод борьбы с ним. И, наконец, в-третьих, поможет избежать подобных проблем впредь. Только такой комплексный подход к лечению прыщей гарантирует эффективный и достаточно быстрый результат. Так что отправляйтесь к зеркалу и, не трогая руками, внимательно рассмотрите прыщ. Гигиена – важнейшее требование правильного ухода за кожей на лице и на теле в целом. Она заключается в регулярном глубоком очищении кожи от внешних загрязнений, декоративной косметики и отмерших частичек. Если утром или вечером вы пренебрегаете умыванием чистой водой, не пользуетесь лосьоном и скрабом, то на коже могут появиться черные точки. Они возникают в тех местах, где поры закупориваются изнутри сибумом, а снаружи – пудрой. Кожа вокруг такой забитой поры перестает нормально дышать и воспаляется. Озвучено Яндекс Спичкит. Прыщи такого происхождения выглядят как болезненные красные бугорки небольшого диаметра и с черной головкой. Питание влияет на функционирование всех органов, в том числе кожи, которая является самым большим по площади органам человека. Достаточное количество овощей, фруктов, натуральные и свежие продукты, умеренное количество растительных масел в рационе, обеспечивают ее чистоту, упругость и эластичность. Фастфуд, сладости, копченые и соленые закуски, консерванты, красители и животные жиры в продуктах вызывают нехватку питательных веществ, сбои в пищеварении и обмене веществ и, как следствие, воспаление и высыпание на коже. Прыщи обменного происхождения – красные, крупные и долгосозревающие. Они появляются как бы из глубины кожи, из-за чего получили народное прозвище подкожных прыщей. На самом деле они отлично видны на поверхности кожи, но продуцирующее их воспаление уходит глубоко внутрь эпидермиса. Подкожники – самые болезненные из всех прыщей, процесс их развития может занимать от нескольких дней до недели, а после спадания воспаления на коже на месте прыща остаются темные пятнышки. Как правило, у людей, склонных к неправильному питанию и появлению таких прыщей, кожа на лице чувствительная и жирная. Озвучено Яндекс Спичкит. Гормоны управляют многими процессами в организме, в том числе отвечают за состояние кожи и высыпание на ней. Именно из-за них покрывается прыщиками или угрями подростковая кожа, именно они делают кожу чувствительной в преддверии месячных. Прыщи гормонального происхождения бывают разными, но чаще всего они тоже подкожные и болезненные. Те из них, что вызваны естественными причинами и состояниями организма, проходят сами собой с восстановлением гормонального статуса. В противном случае нужно обратиться к врачу и определить, какими именно нарушениями гормонального баланса вызвано их постоянное присутствие на вашем лице. Аллергия на продукты питания, косметику и факторы окружающей среды проявляются по-разному, в том числе и прыщами. Скорее всего, это будут мелкие локально сгруппированные высыпания в месте воздействия аллергена или в так называемой Т-зоне, на лбу, носу и подбородке. Постарайтесь определить раздражающий фактор и ликвидировать его. Тогда и прыщи аллергического происхождения исчезнут и больше не будут вас беспокоить. Внутренние неполадки в работе тех или иных органов проявляются прыщами на определенных участках лица и тела. Врач-терапевт по локализации высыпаний может определить, с какими внутренними системами они связаны. Обычно достаточно наладить работу организма, чтобы избавиться от прыщей. Но до этого они будут выскакивать на коже и сигнализировать о патологиях с надоедливым постоянством. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Самое главное, чего вы не должны делать, изучая тип и характер прыщика, это не пытаться срезать или выдавить его. Под этим красным бугорком развивается воспаление, которое все равно не исчезнет от механического воздействия, но может распространиться на другие участки кожи. Особенно строго это касается подкожных прыщей, которые нельзя трогать до тех пор, пока процесс их созревания и развития не пройдет полный цикл. Озвучено Яндекс Спич Кит. Единственный случай, когда ваше вмешательство внутрь прыща уместно, это когда вы видите, что воспаление превратилось в гнойник, а белый кончик, наполненный жидкостью, готов лопнуть. Тогда можно помочь ему, предварительно простерилизовав пальцы спиртом или перекисью водорода. Во всех остальных случаях допускается только внешняя обработка прыща. Быстрые способы избавления от прыщей, даже если вы заметили прыщик на своем лице поздно вечером, а уже завтра у вас свидание, выпускной, отчетный концерт, кастинг, то следует не паниковать. А немедленно принять меры по уменьшению воспаления. Если все сделаете правильно, то вполне вероятно, что на утро прыщ значительно уменьшится, не будет привлекать к себе внимание, а то и вовсе пропадет. Вам останется лишь замаскировать его корректором или тональным кремом. Так что не тратьте времени зря, ведь каждая минута на счету в борьбе за чистоту кожи и выбирайте подходящее средство – аспирин. Салициловая кислота быстро снимает воспаление и подсушивает кожу. Просто раздавите полтаблетки в чайной ложке, капните на нее питьевой водой и нанесите образовавшуюся кашицу на прыщик перед сном. Постарайтесь не вытереть лекарство, а подушку. Перекись водорода обеззараживает и останавливает воспалительные процессы. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Она незаменима, если вы успели случайно содрать кожу с прыщика. Окуните ватную палочку и перекись и приложите к прыщику на полминуты. Затем смочите в этой же жидкости ватку, наложите на прыщ, зафиксируйте пластырем и отправляйтесь в постель. Оптичные препараты содержат сразу несколько компонентов, направленных на решение проблемы с разных сторон. Одни снимают воспаление, другие борются с инфекцией, третьи ускоряют регенерацию кожи. Самые распространенные медикаменты – это базирон, левомиколь и их аналоги, сходные по составу. Храните хотя бы один препарат такого типа в холодильнике на всякий случай и применяйте согласно инструкции. Травяные отвары ромашки, чистотела и календулы снимают воспаление и успокаивают кожу. Можно применять также спиртовые настойки этих трав, но наносить их нужно в небольших количествах, чтобы наобжечь кожу и не усугубить ее состояние. Алоэ – универсальное средство народной медицины. Возьмите один спелый лист этого растения, снимите с него кожицу, а мякоть разотрите в кашицу и нанесите на прыщик. Накройте кусочком стерильного бинта, закрепите пластырем. На утро воспаление заметно уменьшится, а прыщ вскоре полностью исчезнет. Чайное дерево, точнее его эфирное масло – мощный антисептик. При неосторожном обращении оно может нанести химический ожог, поэтому используйте не больше одной капли, разведенной в любом растительном масле. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Нанесите на кожу точечно, не выходя за границы воспаления. Зубная паста. Ее побочный эффект проявляется в способности быстро локализовать и уменьшать воспалительные процессы на коже. Нанесите ее на прыщик, и за ночь ментол и мята успокоят раздражение и сделают прыщ почти невидимым. Лед применяется перед другими средствами для подготовки кожи. Охлаждение успокаивает воспаление, сужает кровеносные сосуды и помогает организму быстрее справиться с высыпанием. Руки прочь от лица. Чем больше вы прикасаетесь к прыщу, тем сильнее он расцветает и краснеет. Поэтому все средства для лечения кожи наносите точечно и легко, не давите и не трите раздраженный эпидермис, если не хотите продлить жизнь прыщам. Диета. Откажитесь от жирной и сладкой пищи, пока прыщ не исчезнет. А лучше, конечно, вообще свести к минимуму употребления продуктов, способствующих раздражению кожных покровов. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Здоровое питание – залог того, что прыщи не будут возникать, а редкие незваные гости будут исчезать так же быстро, как появились. Макияж – это друг и враг одновременно, потому что способен спровоцировать появление прыща и помочь его спрятать. На утро, после использования любого из перечисленных выше рецептов, нанесите на побледневший прыщик корректор зеленоватого оттенка, который визуально нейтрализует остаточную красноту. Тональный крем используйте только при необходимости и хорошо растушевывайте, чтобы он не лег на кожу маской, которая только подчеркнет прыщики, от которых вы так старательно пытались избавиться. Вечером, возвратившись домой, не медлите со снятием макияжа и умыванием. Для быстрого и полноценного восстановления кожа должна дышать, а под косметической маской она не получает нужного количества кислорода. Текст озвучен в Яндекс Клауд. После умывания протрите лицо антисептическим лосьоном, уделяя особенно пристальное внимание проблемным зонам. Нанесите легкий увлажняющий крем. Жирных питательных кремов лучше избегать. А вот маска на основе косметической глины – ваш союзник в борьбе против прыщей. После того, как за одну ночь вы избавитесь от их видимых проявлений, не бросайте начатое дело на самотек. Побалуйте свою кожу курсом очищающих процедур и детекс питания, и она обязательно скажет вам спасибо свежим цветущим видам и отсутствием высыпаний. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok